Приветствую всех, дорогие друзья, вы на канале Андро Ньюз. Знаете, эта неделя еще жарче, чем предыдущая. Вот как это, как правило, работает? Мне приходится выдавливать новости из пальца, потому что ничего интересного не происходит. На этой же неделе все в точности, да наоборот. Мне пришлось отсеивать лишние новости, потому что, по-моему, компания Xiaomi сошла с ума. Начнем. Ну а перед этим я хочу вам рассказать, что мы запустили новый Telegram-канал, где будем постить самые низкие цены с купонами на различные смартфоны Xiaomi, Meizu, Huawei, Powerbank, наушники и так далее. Вы знаете, мы во всей этой теме варимся, но места, где я могу поделиться с вами информацией, до этого момента не было. Поэтому, если интересно, переходим по ссылке в описании и подписываемся. Рекомендую. Короче, история такая. Все вы знаете, что компания Xiaomi это довольно амбициозная компания, которая хочет пустить корни по всему миру. На 2019 год они запланировали покорить рынок США, а буквально на прошлой неделе они запустились в Великобритании. И вот тут-то и раскрылось их истинное лицо. Перейду сразу к сути. Для того, чтобы привлечь внимание покупателей, Xiaomi организовали распродажу, в рамках которой можно было купить смартфоны за один английский рубль. Когда акция стартовала, оказалось, что по символической цене можно было купить всего 10 смартфонов. А после один из энтузиастов выяснил, что таковых вообще не было, так как на сайте при попытке покупки автоматом появлялась надпись, что смартфонов на складе нет. Знаете, кого мне все это дело напоминает? Компанию Leica. Вы помните, они запустили подобную акцию, а в итоге оказалось, что все это развод. Короче, с китайской душой ничего не поделаешь, быть жуликами у них в крови. Я понимаю, что это не касается наших рынков, но если компания Xiaomi поступает подобным образом при старте продаж в новых странах, не показывает ли она таким образом свое истинное лицо? Но есть и позитивные новости касательно данного бренда. В последнее время на стабильную версию MIUI 10 оборушился шквал критики со стороны пользователей. Мы тоже не остались в стороне, как и наши коллеги Max Stupid Mad World и Стас Айкак Просто. Я не буду сейчас снова с самого начала рассказывать, в чем заключалась проблема. Просто скажу, что сейчас мой Xiaomi Redmi Note 5 лежит в сервисном центре, потому что я обновился до стабильной версии MIUI 10. Видимо, Xiaomi мониторит отзывы об их продуктах и решили сделать небольшой бонус всем владельцам смартфонов компании. В начале недели стало известно, что в новых версиях MIUI появится поддержка новых API для работы камеры. Простыми словами, люди смогут останавливать приложение гугловской камеры без получения рут-прав и прочих танцев с бубном. Короче, для тех, кто пользуется камерой в смартфоне, это очень крутая новость. И за это действительно можно выписать респект Xiaomi. Но изменится ли ситуация со всеми остальными проблемами? Это вопрос. Но как бы там ни было, в плане выпуска недорогих устройств, по соотношению цены и технических характеристик, Xiaomi все равно остаются лидерами. И в скором времени на рынке появятся их новые устройства, Mi Note 4 и Mi 9. Начну я с первого. В сети появилась информация, что за работу новинки будет отвечать актуальный процессор Snapdragon 710. И при всем этом стоимость на смартфон не будет превышать 300 долларов. Заставляет задуматься тот факт, что новинка лишится моноброви. Видимо, после выпуска Mi Mix 3, Xiaomi все-таки осознали, без моноброви смартфоны выглядят куда симпатичнее. Живых фото пока что нет, поэтому приходится довольствоваться рендерами. По технической части, девайс можно будет отнести к категории субфлагманов. Ожидаемая дата релиза – декабрь этого года. Кроме Mi Note, на этой неделе в сеть попали рендеры будущего флагмана Mi 9. Предполагается, что смартфон не лишится полностью выреза сверху, просто он станет заметно меньше. Отличительной особенностью станет наличие трех модулей камер на тыльной панели и поддержка 5G. За работу смартфона будет отвечать новый флагманский чип от Qualcomm. Знаете, многие критиковали исполнение основных камер у Mate 20 Pro. Лично я считаю, что они выглядят просто неплохо, но я не мог и подумать, что другие бренды будут копировать подобное исполнение. В сети появилось фото обновленной версии бюджетного Meizu M8 Note с приставкой «плюс». По утверждениям инсайдера, девайс получит четыре камеры на тыльной панели. То есть Meizu сделают такую себе коллабу между Samsung и Huawei. Типы модулей будут в точности, как на последнем Galaxy A9. Ширик, портретник, цветной и телефото. По технической части пока что информации нет. Эх, мое пророчество насчет камер становится более реальным с выпуском каждого нового смартфона. Если даже бюджетники собираются брать количеством, а не качеством, тогда мне сказать нечего. Последнее время, внимание любителей технологий приковано к устройствам компании Honor. Эти ребята здорово конкурируют с Xiaomi в бюджетном и среднебюджетном сегментах. И вот в скором времени они должны представить упрощенную версию Honor 10. Внешне смартфон будет в стиле последних продуктов компании. От старшей версии новинка будет отличаться каплевидным вырезом, габаритами и расположением сканера отпечатков пальцев. По технической части здесь ситуация следующая. По сути это будет альтернатива Honor 8X. Ожидаемая стоимость от 200 долларов. Все мы помним успех смартфона Asus Zenfone Max Pro M1. И согласитесь, до выпуска этого смартфона мобильное подразделение бренда в бюджетном сегменте чувствовало себя так себе. Ну а чё, ёмкий аккумулятор, чистый Android, модуль NFC пришлись по душе десяткам тысяч пользователей. И вот стали известны ключевые характеристики следующего поколения смартфона. За его работу будет отвечать процессор Snapdragon 660, а на тыльной панели разместится три камеры. Вероятнее всего, третий модуль будет широкоугольным. Новинку анонсируют в конце этого года в Индии. Ну и после она уже доберётся до нас. Ну и напоследок я хотел бы поделиться своими впечатлениями насчёт Frankenstein от Sharp, которого они представили буквально вчера. Скажите мне, пожалуйста, это насколько нужно быть упоротым, чтобы представить настолько неординарный смартфон? Японцам, по-моему, вообще наплевать на тренды и на спрос населения. Единственное, за что мне хочется выписать респект, так это за диагональ дисплея. Компактных смартфонов сейчас действительно мало. Но внешний вид был создан для каких-то имбецилов и любителей боли в глазах. Потому что нормальный человек никогда не купит подобную поделку. Только японцы могут представить какую-то лютую дичь и запихнуть в неё что-то действительно стоящее. В данном случае это 120-герцовый дисплей. И вот тут мне хочется задать вопрос, какого хрена, почему нормальные производители обходят данные матрицы стороной, а японцы тут как тут? Когда подобные дисплеи доберутся в массы? Я не понимаю. Короче, ребят, у меня всё. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Не забывайте ставить пальцы вверх. Подписывайтесь на этот канал, на второй канал и на наш новый канал в Телеграме. Жду всех. Ссылка в описании. Да пребудет с вами Android. Я погнал. Субтитры сделал DimaTorzok